Лёх, давай с тобой мы прийти в космос. Хорошо? Ты умеешь шарики надувать? Прикладывай. Дыши, дыши. Держи маску. Дыши. Глубоко. Готов? Я подсоединяю сейчас шланг и мы с тобой начинаем надувать шарик. Давай. Держи шарик. Выдав. Молодец. Молодец. Умница. Хорошо. У Лёха утратилось сознание. Он уже входит в первую стадию наркоза. Пока что еще не до конца он расслаблен. Но процесс входа в наркоз продолжается. Это была индукция, то есть введение в анестезию. С вами врач-анестезиолог Сергей Владимирович Гореликов. Мы присутствуем в операционной Дентал Фэнтези и я хочу показать вам, как мы обеспечиваем предельную безопасность во время лечения наших маленьких пациентов в наркозе. Обратите внимание, с пациентом работает слаженная команда из пяти человек. Врач-анестезиолог, сестра-анестезист, врач-стоматолог и два ассистента-врача-стоматолога. Это необходимо для того, чтобы не задерживать пребывание пациента в состоянии сна. Важный момент. Врачу-анестезиологу во время операции помогает сестра-анестезист. Она забирает на себя рутинные обязанности врача, тем самым позволяя большее внимание уделить состоянию маленькому пациенту во время сна. Мы используем расширенный анестезиологический гарвардский мониторинг, используя самую современную наркозную станцию. Мы непрерывно отслеживаем все жизненно важные показатели пациента. Также во время лечения мы используем протективную вентиляцию легких. Это гарантия безопасного газобмена пациента и исключение кислородного голодания во время сна. Обязательно для каждого пациента используем одноразовый набор расходных материалов, включая дыхательный контур, бактерицидный фильтр, маску и интубационную трубку. При лечении маленьких пациентов мы используем только оригинальный препарат Севаран. Контроль сверхточной дозировки анестетика и глубины наркоза происходит при помощи системы бисмониторинга и газоанализатора и капнографа. Проводим инфузионную терапию с балансированными растворами, чтобы восполнить недостаток жидкости во время предоперационного голодания. Заботимся о том, чтобы ребенку было комфортно во время лечения. Накрываем ножки теплым пледом и измеряем температуру тела. Продолжение следует...